В конце 2018 года Audi показала концепт батарейного седана, пообещав выкатить его товарную версию буквально через пару лет. И вот обещание выполнено, перед нами абсолютно серийный электромобиль e-tron GT. Впрочем, в этом проекте восхищают отнюдь не четкое соблюдение сроков, а дизайн новинки. На удивление, менеджмент марки дозволил поставить на конвейер машину, которая за мелкими исключениями не отличается от дерзкого шоу-кара. На выходе получилась, пожалуй, самая яркая модель из нынешней гаммы Audi. Ведь только e-tron имеет собственное лицо. Остальная же продукция четырех колец сейчас, что сосиски разной длины, которые так ненавидел дизайнер Крис Бенгл. Неординарность квазит и в мелочах. Взять, например, безрамочные двери и крохотную крышку багажника. Последняя наверняка не слишком практична. Зато силуэт получился однозначно легким и запоминающимся. Труднее всего было разместить в машине большой блок батареи и получить общую высоту кузова ниже, чем у Audi S7. Интерьер скройный по известному принципу квадратиш-унпрактиш, будто от другой модели. Пожалуй, немцам стоило соорудить нечто более элегантное. Что касается техники, то под эффектным кузовом скрывается начинка от Porsche Taycan. Это двухмоторная архитектура, дополненная двухступенчатым редуктором сзади. В базе пара движков выдает около 500 сил. Топовая версия RS, разумеется, мощнее. Между прочим, это первая электрическая RS. У нее более мощный электромотор сзади, пневматическая подвеска и управляемый дифференциал сзади вместо самоблокирующегося. Впрочем, обеим модификациям полагаются одинаковые батареи емкостью 93 кВт-часа. Они поддерживают ультрабыструю зарядку, так что для пополнения запаса энергии требуется менее получаса. Производство электрических седанов стартовало еще под занавес прошлого года, а в Германии даже начали прием заказов. Базовая версия стоит 100 тысяч евро. Это несколько дешевле, чем исходный Тайкан, но ненамного. За доплату можно попросить углерод-керамические тормоза и полноуправляемое шасси. А еще машину можно озвучить, заказав синтезатор, имитирующий работу ДВС под капотом. Странная опция, не правда ли? Продолжение следует...